Гибриды. Стоит ли их бояться? До недавнего времени я жила в мире, в котором все боялись только ГМО. И постепенно стала доходить информация до меня о том, что гибриды это тоже зло и их стоит бояться. Мой основной канал получения информации, конечно же, комментарии на моем канале под моими видео. И вот один из таких комментариев. Стоит бояться гибридов, стоит бояться ГМО. Так ли это на самом деле? Мы сейчас с вами разберемся. Что такое гибрид? Давайте сначала введем эти определения. С латинского языка это переводится как помесь. И весь XIX век в России именно это слово и использовалось. И оно вам хорошо знакомо. Но в XVIII веке в России для организмов, полученных в результате скрещивания, применялось немножко не очень красивое слово. Ублюдок. Но зато это слово хорошо отражает саму суть гибрида. То есть гибрид в естественных условиях это незаконно рожденный ребенок. Другими словами, более научными. Гибрид это организм, полученный в результате скрещивания двух разных видов, а может быть даже и родов в природе. А в случае человеческой жизни в результате скрещивания двух разных сортов или пород. Я уверена, что сейчас очень многие удивятся, узнав, что гибриды образуются в природе естественным образом. Посмотрите, пожалуйста, на эту картинку. Я постаралась на ней схематично изобразить, как образуются гибриды в природе. Как вам известно, в природе существует, например, несколько видов какого-то рода растений. Конечно, эти виды в природе могут соприкасаться со своими ареалами обитания. И в этих местах, где растут и те, и другие растения разных видов, между ними может происходить переопыление или скрещивание. Их семена высеваются свободно, прорастают. Из них формируются какие-то новые растения, которые несут признаки как одного вида, так и другого вида. И вот эти вот растения, они будут гибридами. Если эти растения окажутся жизнеспособными, плодовитыми, а их потомство, во-первых, у них будет потомство, возможно, а во-вторых, их потомство тоже будет плодовитым, то постепенно может сформироваться третий новый вид растения. Конечно же, мы сейчас говорим о цветковых растениях, которые имеют цветки, а значит имеют пыльцу, которая свободна в своем перемещении. Такой механизм вида образования называется гибридогенный, то есть происходящий от гибридов. И на самом деле сейчас ученые предполагают, что одна треть всех видов цветковых растений имеет гибридогенное происхождение. Кстати, такое происхождение можно доказать, зная хромосомный состав того или иного культурного, например, растения. Например, в 1936 году рыбин предположил, что наша всем известная слива является гибридом алычи и терна. Доказать это оказалось довольно просто. У терна 32 хромосомы, у алычи 16 хромосом, а у сливы 48 хромосом. Когда-то очень-очень-очень давно, скрестившись терн и алыча, родили на этот цвет сливу, которая в процессе уже культивирования человека приобрела бесконечное количество еще новых гибридов и новых сортов, конечно же. И также экспериментально было доказано гибридогенное происхождение большинства видов пшеницы, малины, капусты, брюквы и многих-многих других растений. И я предполагаю, что именно благодаря возможности гибридизации цветковых растений сегодня насчитывается больше 280 тысяч видов на нашей планете. Мимо людей такой интересный процесс не прошел. И в 1694 году один человек предположил, что можно сделать искусственную гибридизацию. И очень скоро, уже через 23 года, был получен первый искусственный гибрид гвоздики Fire Child. То есть на сегодняшний день гибридом искусственным уже 302 года. И по сегодняшний день гвоздики очень легко скрещиваются, скрещиваются разные виды между собой легко, конечно же, легко перепыляются сорта гвоздики. И за 300 лет мы имеем просто несчетное количество гибридов и сортов гвоздики. И появились даже и новые виды, которые уже просто невозможно отнести к какому-то первоначальному предку. Настолько легко у гвоздики все это происходит. Вот вы получили довольно много информации. Вы все еще боитесь гибридов? Я надеюсь, что уже нет. Но у меня есть еще несколько интересных фактов, которые, я надеюсь, вас доубедят, если у вас еще есть сомнения. Ну как вы думаете, почему гибриды так сильно интересуют человека? Вспомним, во-первых, картинку с гвоздикой. Из простого невзрачного цветка можно создать невероятных размеров, форм и цветов растения. Приятно? Приятно. Но это эстетическая сторона вопроса. А все мы любим покушать, и поэтому большее значение для нас имеют, конечно же, овощи и фрукты. Так вот, оказалось, что гибриды обычно более плодовитые, более устойчивые, более урожайные. А это то, что нужно человеку, конечно же. Связано это с явлением, которое называется гетерозис. И теперь представьте себе, у вас есть мать с определенными признаками, отец с определенными признаками. И в результате множественных экспериментов вы знаете, с какими признаками у них получаются дети. Конечно же, мы сейчас говорим о растениях. Это все в кавычках. Почему бы не использовать это знание? Почему бы не брать каждый раз мать чистую линию, каждый раз отца чистую линию, скрещивать их и получать гибрид с заранее известными признаками. Не как в природе. Что получится, то получится. Чаще всего получается не очень хорошо, и гибриды не способны давать плодовитое потомство. Но если мы не будем строить таких долгосрочных планов, если нам не нужно потомство от гибридов, почему бы не использовать и не получать более качественные по разным признакам растения? Я думаю, что ничего страшного в этом предрассудительного и опасного для человечества, конечно же, нет. И именно таким способом получают те гибриды, семена которых продаются у нас в семенных магазинах. Когда вы видите на упаковке пометку F1, это обозначает, что это гибрид первого поколения. Очень часто сейчас можно встретить информацию о том, что с гибридов семена собирать нельзя. Мне такие комментарии писали, что с гибридов семена собирать нельзя. Когда я спрашивала, почему нельзя, человек терялся, он не знал, что ответить, и отвечал, что так говорят. Нельзя собирать. На самом деле, развенчаю этот миф, конечно, с гибридов семена собирать можно. Ничего страшного, ничего ядовитого, ничего сверхъестественного не произойдет с этими семенами, с растениями, которые вы вырастите. Собрав семена с гибрида, вы получите гибрид второго поколения, он будет обозначаться F2. Посеяв и снова собрав семена, вы получите гибрид третьего поколения, он будет обозначаться F3 и так далее. В чем подвох в этой схеме? Подвох в том, что с каждым новым пересевом мы будем получать что-то новое. Гибрид отличается от сорта тем, что его признаки, они не закреплены. То есть, вспомним первую самую часть происхождения гибрида. Берем маму, берем папу, скрещиваем, получаем гибрид, то есть ребенка, и все, собираем с него семена. Никто его, эти новые признаки, в течение множества пересевов не закреплял, как это делается с сортами. Как это делали селекционеры раньше, вы все знаете, да, классическая схема. Мы берем отцовское материнское растение, скрещиваем, высеваем, выбираем самые лучшие образцы, собираем только с них семена, высеваем и так далее, так далее, так далее. В конце концов, лет через 10, 20, 30 мы получаем сорт с закрепленными генетическими признаками. И собирая семена с сорта, пересевая его сколько угодно раз, мы не потеряем эти признаки. Ну, в 90% случаев, так скажем. А с гибридами поступили гораздо проще. Скрестили маму, папу, собрали семена, продали их. Если вы будете с них семена собирать, то вы можете поиграть в селекционера, вы можете даже получить разгибридизацию. То есть в конечном итоге получить растение с признаками только матери и только отца. Ну, если вам это, конечно же, интересно. А можете получить и новый сорт. Но семена собирать можно, ничего страшного с ними не произойдет и с вами тоже. Получить гибриды внутри вида довольно просто у растений. Но что делать, если мы хотим скрестить разные виды в одном роду, а может быть даже растения из разных родов? Это уже будет гораздо сложнее, потому что и у растений, и у животных есть защита от нарушения генетической информации. ДНК организма, вида, она как бы самозащищается от этого. Поэтому сложно, но можно. И метод отдаленной гибридизации разработал наш великий русский ученый Владимир Иванович Мичурин. Он посвятил этому, можно сказать, всю свою жизнь. И он получил довольно много гибридов разных видов и даже родов. Но, конечно, больше всего получил он гибридов разных видов. Посмотрите, пожалуйста, на экране. Сейчас я сделала фотографию из книги 1965 года, где я подчеркнула красной линией гибриды, которые получил Мичурин. И, возможно, эти гибриды до сих пор растут в каком-то старом саду. Самое интересное, о чем, я думаю, догадались уже зрители, которые более-менее знают биологию растения, что если вы гибрид будете размножать вегетативно, то есть брать у него, например, черенки или отводки, то все признаки гибрида сохранятся. Это не семенной размножение. И поэтому яблони, Мичурина, если их сегодня черенковать, эти гибриды, то мы получим то же самое, что получил Мичурин почти 100 лет назад. Даже больше уже 100 лет. Но в те времена, когда работал Мичурин, никто не пугался крупных красивых плодов его трудов, можно так сказать. Посмотрите на экране. Пример скрещивания. Не очень такое вот красивое яблоко народного сорта Китайка, мелкое совсем. Скрестили с яблочком покрупнее. И в результате у нас получился гибрид Бельфлёр Китайка. Очень крупные, красивые, сочные яблоки. Никакого ГМО. Не нужно путать два этих понятия. Гибриды получены еще 100 лет назад, когда о генетике только-только начинали, в принципе, в России догадываться. И Мичурин мало что о ней, в принципе, знал на тот момент. А вот гибриды его были уже великолепны. Ну, например, пока я искала информацию о гибридах, я наткнулась на статьи про ГМО, в которых иллюстрации были вот такими. Посмотрите на экран. Опытные огородники сразу же поймут, что здесь речь не идет, возможно, даже и о гибридах. Вот такие огромные тыквы, огромные какие-то помидоры, интересной формы, цвета и так далее. Это могут быть сортовые растения, причем этим сортам может быть уже под 170 лет. И это сорта. Но что пугает людей в первую очередь? Пугает необычное, непривычное. Далекий от огорода молодой человек, 17 лет от роду, увидев огромную тыкву, он покопается в своей памяти и подберет информацию только ту, которая у него там вообще в голове есть, да? То есть что он слышал, что-то он слышал про ГМО. И это что-то такое страшное. И, наверное, эта тыква, которая его пугает своей необычностью, она ГМО. На худой конец она гибрид. Но на самом деле это просто обычный сорт. Мы с вами уже разобрали, что гибрид это естественно, это природно. И одна треть цветковых растений, возможно, имеет гибридогенное происхождение. Но, опять же, когда заходишь в интернет, набираешь поиск по картинкам гибриды животных, то на тебя вываливается просто невероятное. Невероятно, но факт. Эти картинки сделаны все в фотошопе, и ребенку на них даже нельзя, наверное, смотреть. Для неокрепшей детской психики это может быть каким-то критическим моментом. Даже я, взрослая женщина, увидев гибрид свиньи и человека, была шокирована. Очень неприятные картинки. Но они все совершенно все, они не настоящие. Это только лишь фотошоп, это только лишь недобросовестные люди, которые в погоне за деньгами или просто за какими-то своими интересами создают такой продукт, которым наполняется интернет и из-за которого потом и к интернету плохое отношение, к сожалению, и к гибридам, и к ГМО, и вообще к растениеводству. И людям уже хочется перейти, наверное, на питание воздухом. Потому что очень сильно путают людей подобные статьи и картинки и вызывают в них страх. Очень часто в описаниях таких статей и картинкам в описаниях можно прочитать про генную инженерию. Но никакой генной инженерии в случае гибридов нет. Еще раз повторим, что гибриды сами в природе возникают. И никто над этими генами не работает. Все происходит естественным образом. Генная инженерия это уже, конечно же, получение ГМО, генно-модифицированных организмов. И сейчас в конце я хотела бы еще немножко поговорить с вами про гибриды животных. Возможно, именно они больше всего вас и испугали. И вы переключились и на растения в своих страхах. Потому что, конечно же, получить гибрид животного гораздо сложнее, чем получить гибрид растения. Мы пыльцу по воздуху не пускаем. У нас все более серьезно. И на самом деле я, как кандидат биологических наук, до сих пор сама не понимаю, зачем нам нужны гибриды животных. Например, гибрид льва и тигра. Какую хозяйственную роль он может сыграть? Разве только что показывать его в зоопарке, что активно и делается, и привлекать посетителей, собирать с них деньги. Больше никак его не используешь. Но есть более полезное животное, которого вы тоже знаете. А называется оно мул. Если скрещивать кобылу и осла, то у кобылы будет рождаться мул. А это животное будет более выносливое. Оно будет дольше жить. Будет более работоспособное, конечно же. В хозяйстве очень даже пригодится. Но, к сожалению, потомство от мула получить невозможно. Ничего он вам не родит. Поэтому нужно этих мулов снова и снова получать от скрещивания кобылы и осла. Если этого не делать, то такое животное, как мул, существовать не будет. То есть это полностью искусственное создание. Раньше на нашей планете мулов было очень-очень много. Например, в 1971 году поголовье их насчитывало около 15 миллионов. Данных на сегодняшний день я не нашла. Но я уверена, что их гораздо-гораздо меньше. Потому что даже поголовье лошадей по сравнению с 70-ми годами сократилось значительно. Потому что мы используем теперь машины. Так как гибриды животных получаются с трудом. И в природе они встречаются очень редко. Но встречаются, заметьте. Наверное, поэтому млекопитающих на планете только 5,5 тысяч видов. В отличие от цветковых растений, которых больше 280 тысяч. Но, конечно же, гибридизация животных имеет научную основу. Это опыт, это данные, которые войдут в научную копилку человечества. Так или иначе, как-то они могут потом и пригодиться. Надеюсь, для чего-то хорошего. Надеюсь, рассказав вам о гибридах животных, я вас убедила в том, что гибридов опасаться не стоит. Гибриды растений, они либо дальше пройдут разгибридизацию. Или просто они не дадут никаких новых поколений. Они пропадут из истории. Либо они превратятся в новые, полезные для человека виды растений. Гибриды животных, они бесплодны. И без участия человека они не могут существовать в будущем. Гибриды птицы и собаки. Мне очень нравится теоретический гибрид, который мог бы получиться между собачкой и уточкой. Очень миленько выглядит, но совершенно невозможен. Слишком уж птицы далеки в своих генах от млекопитающих. Как и, конечно же, гибрид свиньи и человека никто не позволит создавать. Потому что есть целая куча законов, регулирующих работу с генами человека. К счастью. И сейчас все больше и больше меняется законодательство. И уже даже с животными в лабораториях очень сложно стало работать. Для того, чтобы проводить над ними медицинские опыты. Проводить опыты генетические с огромным количеством разных видов животных. Непозволительно. Теперь уже научному сообществу. Так что спите спокойно. Страшные птицы-коты к вам в окно не постучатся. И подведем итоги сегодняшней лекции. Первое. Бояться гибридов нет никакого смысла. Потому что они имеют и естественное происхождение. Ничего страшного с их геномом не происходит. Второе. Гибриды не имеют никакого отношения к генной инженерии. Для того, чтобы просто получить гибрид, не нужна генная инженерия. Которая очень сложная, она емкая. Техника емкая. Гибрид вы можете сами получить, просто скрестив один сорт томата с другим сортом томатов в своей собственной теплице. Искусственно человечество получает гибриды уже более 300 лет. Гибриды растений в первом поколении имеют высшие характеристики по урожайности, устойчивости и красоте. И это связано с гетерозисом. Теперь вы все знаете про гибриды. И я уверена, что перестанете их бояться. А если даже и не начинали, то сможете рассказать эту информацию своим знакомым. И я думаю, что у вас сейчас возник вопрос, использую ли я гибриды в своем огороде. Я их использую, но незначительно. Потому что семена гибридов стоят всегда дороже сортов. Потому что их сложнее получать. Семена с гибридов собирать мне не очень интересно. Потому что никто не даст мне гарантии, что потом, вырастив множество растений, несколько месяцев я буду этим заниматься, я получу гарантированный урожай с признаками родительского растения. Слишком много труда вкладываю я в этот процесс для того, чтобы потом ничего не получить. Поэтому я предпочитаю сортовые семена. Плюс я очень люблю собирать свои собственные семена, а не покупать их в магазине из года в год. Это безопасно. Не факт, что на следующий год или через 5 лет этот сорт окажется в магазине. А свои семена у меня всегда под рукой. Только по этим причинам я немного использую гибридов. Но я их использую, и я могу точно сказать, что гибриды получаются, конечно же, всегда более устойчивые к болезням и более урожайные, в отличие от сортов. Поэтому, конечно же, самое правильное на своем огороде сочетать и гибриды, и сорта. Всего вам самого наилучшего. И увидимся на следующем уроке. Продолжение следует...